Пермакультура Сейчас лето 2011 года, понедельник. Мы едем из Москвы по направлению в область и наша дорога свободна. На встречу нам пробка, все возвращаются в Москву. Поехали со мной, что сидеть в городе. В городе душно, пластмассовая еда и стрёмная вода. Так, ну что, съезжаем с асфальта. Да, теперь поворот налево. Начинается грунтовка. За моей спиной находится участок, подготовленный под пермакультуру. С построенными пермакультурными инженерными сооружениями. Именно они нас интересуют в первую очередь и им мы уделим особое внимание. Сначала это было поле. Здесь дуют очень сильные ветра, потому что вон там просека. Ага, просека. Здесь как в аэродинамическую трубу все выдувает. Самое губительное это зимние ветра. Саженцы плодов здесь не очень хорошо чувствовали. Из-за сквозняка, да? Из-за сквозняка, да. Так как это недалеко от Москвы, недалеко от населённых пунктов, здесь очень здорово шастают грибники. Ага. И в результате... Как вы решили эту проблему? Ну, большая трехметровая гряда. Собственно, вот она. Высокая гряда или террасированный вал, как угодно. Вот дорожка с одной стороны, дорожка с другой стороны и верхняя дорожка. Их можно называть террасами. Наклонная плоскость 1. Наклонная плоскость 2, 3 и 4. Чем удобна такая конструкция? Обратите внимание, что вот та площадь, горизонтальная площадь, которую она занимает, она гораздо меньше, чем та площадь, с которой можно снимать урожай в уже построенном виде. Здесь горизонтальные площади, эти террасы, они легко могут быть обрабатываемы механическим способом. То есть культиватор или мини-трактор. И ты, например, на мини-тракторе едешь по одной террасе. Там, если предусмотреть, можно сделать разворот и заезд на верхнюю террасу. И точно так же ты едешь на мини-тракторе по другой террасе. Чем хороши наклонные плоскости? На них очень удобно сажать плодовые деревья и кустарники. Деревья и кустарники не будут занимать площади, которые будут удобны для механической обработки. И одновременно ты получаешь вот такие террасы для, к примеру, овощей и наклонные плоскости для кустов и фруктовых деревьев. Очень удачное место мы нашли, чтобы показать, как работает мульча. Мульча – это вот слой соломы. Так вот, мульча работает таким образом, что земля влажная. Это означает, что у растений есть влага для питания. То есть, если бы это был голый суглинок, здесь такого бы буйства растений не было. Замульчированная земля, она гораздо интереснее и привлекательнее для растений, нежели незамульчированная. Любите гречневую кашу? Знаете, как она растет? Вот. Здесь растет гречневая каша. Горячиха. Вот, смотрите. Образцово-показательные кабачки. Здесь хорошо видно, как безвозмездно трудятся шмели на благо хозяев участка. Это горчица и у шмелей горячая пора. Удобство такой конструкции, даже если наклонные плоскости не засажены, наверное, еще не засажены плодовыми кустами, деревьями, уже очевидно это удобство. Вот, для того, чтобы сорвать кабачок, не нужно нагибаться, просто вот, только наклониться и дотянуться до него. Точно так же на наклонной поверхности расположились кусты помидоров. Огурец. Здесь виден симбиоз красный клевер и морковь. Те растения, которые рядом друг с другом чувствуют себя хорошо. Коля, что происходит? Мы пробили колесо. Да ты чё? Ну ничего, у нас есть вот, видишь, специальный донкрат, колесо. Ага. Вся фигня. Что тяжелее, Николай, монтировать колеса или монтировать видео? Монтировать видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok